Ребята, всем привет! Меня зовут Артём Лосков, я актёр, режиссёр и тренер по актёрскому мастерству, а ещё кастинг-директор в США. Я живу в Нью-Йорке, нахожусь сейчас прямо здесь, и прямо из своего дома, чуть не сказал, на 42 улице, это правда, просматриваю ваши самопробы на русском языке, кстати. Это просто вообще мечта. Вам очень повезло, что я из Нью-Йорка могу посмотреть ваши самопробы на русском языке. Так вот, о чём разговор? О том, что я просто при вас в режиме онлайн, вот всё как есть, вот ничего не вырезая, вот просто у вас есть возможность смотреть за тем, как я смотрю на вас. Я очень часто отсматриваю самопробы, селфтейп и вообще, потому что вот когда работаешь как с индиректором, когда ты выбираешь актёров на какие-то определённые роли, я встречаюсь с огромным количеством всяких разных проблем, каких-то сложностей. И я вижу, и иногда я сижу, и вот так один дома, вот так смотрю в экран и думаю, боже мой, надо об этом как-как просто кричать, говорить, потому что это просто какие-то невероятно глупые ошибки, которые вот исправляются на раз-два. И благодаря вообще, если вы уберёте их, вы ваш перформанс поднимете просто на невероятно высокий уровень. Вот. Я долго-долго собирался, а потом подумал, что ну чё же я тогда бац и не запишу своё YouTube-шоу. Тем более, тем самым вы увидите, как я и работаю, и оцениваю, может быть, кто-нибудь из вас захочет ко мне прийти позаниматься, потому что учиться никогда не поздно, а больше вам скажу, актёрам нужно всегда, нон-стопом, потому что это как тренажёрный зал. Если вы две недели пропустили, съели что-нибудь лишнего, всё, всё, тело ушло. То же самое с актёрской профессией. Чуть-чуть поснимались, чуть-чуть поработали в театре, потом был большой перерыв, и всё, забыли. Вам снова надо актёрский организм, актёрский аппарат восстанавливать. Я здесь для этого. Этим делом я обожаю заниматься, это моё самое любимое дело. И поэтому давайте прямо не терять время, или сказать, прыгаем в YouTube Search. Я пишу слово «самопробы», и всё, что мне попадается, мы начинаем с вами смотреть. Слово «пацана» у меня уже вот здесь, я уже смотреть не могу на это, поэтому я буду это промахивать. Роль Марата, сказал. Ну, давайте мы в основном смотрим на девчонок, давайте посмотрим на мальчишек. Мальчишек тоже надо разбирать, тоже там свои какие-то нюансы, свои проблемы. Ну, вот роль Марата, я чувствую, что это прямо Анна, опять Марат. Ну, что такое? Ну, просто, ребят, вы все мечтаете быть в слово «пацана», да, я чувствую, да? Что же вас так там покорило, что вы так? Ну, правда, хороший сериал, хороший сериал, но нельзя же, ну, не одним же сериалом этим мир заканчивается. Так, проба, самопроба, самопроба, так. Избранная, что это то избранная? Ну, давайте посмотрим, самопроба. Алексей Соколков. А, это неудачный дубль, нет, давайте, давайте всё-таки удачный. Так, Елизавета Михневич, роль Рита, самопробы. Рита мне откуда-то, а нет, Лиза мне откуда-то знакома, не помню откуда, может быть, она у меня была либо в институте, когда я преподавал, либо ещё где-нибудь, может, на мастер-классе. Ну, давайте посмотрим, чего нам Лиза приготовила. Как происходит загрузка. Сегодня в кальянку пойдём? Я сегодня не пойду. Мы с Танком и Сашей в Ивантеевку едем, в церковь. Ты чё, куличи обожралась? А кто везёт? Надолго ты ещё в рабстве? Я не в рабстве. Им сиделку не могут найти, я поработаю до вступительных. Давайте я буду, давайте я буду сразу останавливать с самого начала, чтобы мы по пути с вами, знаете, вы, если вам захочется, вы посмотрите эти пробы, может быть, даже вам ссылку оставлю в описании, ну, не знаю, посмотрим. Ну, короче, найдёте самопробы, вот. Елизавета Михневич, роль Рита, найдёте. Вот, давайте сразу же по порядку смотреть. Я сегодня пойду. Смотрите, самый главный момент, который меня смутил сейчас, это ощущение кадра, то есть... Мы с Танком и Сашей в Ивантеевку едем, в церковь. То есть, видите, вот она всё постоянно смещается в эту сторону, вот здесь какая-то просто огромная дыра. А кто везёт? Вот это тоже часть актёрской профессии, киношная, да, то есть это киношный профнавык, ощущение кадра, да, вот это фрейма вы должны очень хорошо чувствовать. И как бы вам на самом деле не хотелось супердвигаться, старайтесь быть более, ну, какие-то, что ли, с минимальным набором какие-то движения, чтобы вас не мотало по кадру... Надолго ты ещё в рабстве? Скажем так, в плохую сторону для вас работают больше. Я не в рабстве. Что мне нравится? Она в процессе, то есть она, у неё есть какой-то процессинг, то есть она, что-то там, у неё какая-то мысль, которая её тяготит, вот это мне нравится, это хорошее. Я поработаю доступительно. Да, смотрите, что, какой момент, который меня смущает тоже, это чисто технический момент, камера установлена ниже уровня глаз, то есть она, вы как будто снимаете чуть снизу. Почему это плохо? Мне, в принципе, на ваш актёрский перформанс и так, и так видно, и так вижу, хорошо вы играете, плохо вы играете, вот. Но это может, например, проблемно быть, потому что ваше лицо, оно, когда вы снимаете себя снизу, оно, соответственно, меняет форму. А хотелось бы посмотреть, как вы выглядите с eye-line. Eye-line – это когда мои глаза ровно в размер вот с объективом. Вот, например, вот мои глаза, они ровно в объектив, то есть вы не видите моё лицо ни снизу, ни сверху, то есть тем самым скульптурируя моё лицо. Но здесь немножко камера снизу стоит. Я выставил её чуть выше, если я снимаю пробы стоя. Тоже, вот видите, опять снова шатается и ушла из кадра. То есть вот ушла просто, вышла. Не очень. Глаза прикольные, красивые, смотрит хорошо. Что? Ну, вот я, знаете, сразу вижу, что она театральная актриса. То есть вот то, что она очень театрально существует. Что значит театрально существует? Да значит, что у неё вот этот… Чем театр отличается от кино? Средствами выражения. В кино они мягче. Знаете, есть такое понятие, что можно в кино играть глазами. То есть ты в кино, у тебя другие средства выражения – глаза, мимика, мысли. В кино видно, как ты мыслишь. В театре не видно, как мыслит артист. В театре видно руки, тело, ноги. Вообще, в принципе, физическую сторону. Вот для театра вот эта вся вот эта болтушка – прикольно. Но в контексте кадра, особенно ещё вот такого молочного, в данном случае, её, да, то есть такого среднего плана, всё это выглядит, как будто её болтают в кадре, и это плохо. С точки зрения профессии видно, что она не суперопытна в кино. Вы понимаете, какой ужас, что когда вас утверждают в кино, хотят, чтобы вы всё умели. Никто не хочет работать с вами и вас обучать. Понятно, что берут разные вещи, разные случаи, но в основном хотят найти того, кто всё умеет, который всё знает и с которым будет меньше проблем. Видите, очень много вот этих всяких вот таких моментов. Оно создаёт суету, хотя она сама по себе девчонка-то неплохая, это видно. И ещё вот этот момент, то, что мы часто стараемся, знаете, вот это всё показать, показать, вот это всё сыграть, вот это глазами, чтобы было всё понятно. Знаешь, типа, я ненавижу, я удивляюсь, я, значит, затаиваю какую-то штучку. Ну, не надо. В кино, особенно на среднем плане, думайте. Когда вы будете думать, всё будет видно. Ты чё, свечку за них поставить? Ну, ты же с Сашей гуляешь, если вы пакеты к Суле перевезёте, никто даже ничего не подумает. Что? Ты чё, тронулась? Да я же говорю, их минуты посуды. Ага, и теряйте баяние. Обратите внимание, что вот эта такая штука, она очень интересная. Следите за этим, это ваша задача. Знать так своё лицо, своё тело, чтобы не терять баяние. Если у кого-то подозрительного заметят, сразу шмонатничный. А ты с инвалидом. На вас даже никто не посмотрит. Да слушай ты, да делать ничего не надо, вы просто... Видите, как-то вот очень over, то есть, типа, слишком много всего. То есть, нет даже момента, где она просто стоит, слушает и думает. Пройдётесь из одной точки в другую. Суле заплатит. Ещё такой есть момент. В кино нужно думать через глаза, через камеру. Ну, не впрямую на неё смотреть, но чтобы глаза ваши были видны. Если вы отводите глаза и думаете, то не видно. В кино камера работает, как через... Она отражает ваши глаза. То есть, через отражение ваших глаз. И если я буду думать в кино, я буду думать, я буду разворачиваться зрачками сюда. Чтобы вы видели меня, чтобы вы видели поворот моих глаз. Чем вот так. Ребята, учитесь кино. Не хватило паузы мне в конце. Сегодня в конце. Вот смотрите, смотрите, сколько нюансов. Смотрите, сколько нюансов. Ребята, буду заканчивать сегодняшний выпуск. Он получился довольно такой крупный. Обратите внимание, сколько всяких разных нюансов при работе в кино. Можно ли этому научиться? Конечно же, можно. Нужны ли вам наставники? Конечно же, да. Ищите опытных людей. Ищите людей, ищите педагогов, которых вы слышите, которых вы понимаете. У которых вам бы хотелось научиться. Если вы в Нью-Йорке, приходите ко мне заниматься. Вы уже чувствуете мою энергию. Вы уже чувствуете, как я объясняю. Если у вас отзывается, вообще, welcome. Также у меня присутствуют онлайн занятия. И индивидуальные консультации. Если вам вдруг нужно разобрать ваши пробы. Помочь их записать. Я с удовольствием вам в этом помогу. Отличного вам дня. Или вечера. Не знаю, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. И получайте удовольствие от ваших проб. Welcome to yourself. Добро пожаловать к себе. Пока-пока.